Разберем задачу, в котором нужно вывести все четные числа от 1 до 100. Воспользуемся циклом for. Итак, так как нам нужно взять каждое число от 1 до 100, то мы просто переберем в переменной цикла все числа от 1 до 100. То есть у нас переменная i равно 1. Далее у нас цикл выполняется, пока оно меньше либо равно 100. То есть оно примет значение 1, далее 2, так как у нас третье выражение инкрементирующее. Далее примет 3, так далее 4 и так далее. Последнее значение i, при котором мы зайдем в цикл, это будет 100. Давайте разберем теперь, что выполняется внутри цикла. Итак, у нас есть условное выражение. Там проверяется, если наше число i делится на 2 без остатка. Как вы помните, это условие, при котором мы определяем число четное или нечетное. Итак, если число четное, то мы выводим его. Итак, то есть мы первый раз зайдем при i равном единице, проверим 1% на 2 равно 0, не равно, значит мы сюда не зайдем. Продолжится обратно, далее будет i равно 2. Проверим 2% на 2 равно 0, равно 0, значит выполним следующую команду, то есть выведем число 2. Далее проверим 3, 4, 5 и так до 100. Итак, данную задачу можно переписать по-другому. Заметим, что четные числа от 1 до 100 начинаются с 2 и они чередуются через 2. Давайте возьмем и в переменной цикла именно их и переберем. Итак, данную задачу можно переписать следующим образом. Итак, переменная цикла в начале равно 2. Далее нам нужно увеличивать нашу переменную до тех пор, пока она меньше либо равно 100. То есть от 2 до 100. И каждый раз мы его увеличиваем на 2. Как мы помним, выражение выполняется справа налево. Сначала берется значение i, прибавляется к нему 2 и снова записывается в переменную i. Таким образом, это выражение изменяет значение переменной i на 2. Итак, следующее значение i будет четверка, далее будет шестерка и так далее. Заметим, что все значения переменной i будут четными числами. Следовательно, внутри цикла мы просто будем выводить данные четные числа. Продолжение следует...